Материнская любовь Вновь нас греет до старости и мама занимает исключительное место в нашей жизни, потому что именно к маме мы обращаемся и за советом, и за пониманием, и за прощением. Сколько бы нам ни было лет, 5 или 50, все равно нам нужна мама, ее ласка, ее взгляд. Вот сегодняшнее мероприятие мы хотели показать школьникам, что все мы, несмотря на наш возраст и взрослые дети, мы в неоплатном долгу перед мамой. Мы должны любить, уважать, ценить своих матерей и не огорчать их, не причинять им боль своими словами и поступками. О своем отношении к маме и личном опыте материнства учащимся 11-й Гродненской школы рассказывали приглашенные гости. Проникновенная речь у мамы пятерых детей. Стихи талантливые, слабовидящие поэтессы, мелодичное звучание гитары и чистых голосов. Наполненная искренностью светом программа нашла отклик в сердце каждого ребенка. Ребята тоже не остались сторонеи для всех присутствующих, прочли стихи о маме. Маме верую, как чудо, никого роднее нет. Что не будет, где не буду, сохранить бы добросвет. Спасибо тебе за любовь и за ласку, какое окружало меня-то всегда. Спасибо тебе за любимые сказки, что ты каждый вечер читала тогда. О том, каково это быть мамой, Гродненко Елена Бухтиярова знает не понаслышке. Главный человек в жизни пятерых детей – роль не из легких. Однако Елена всегда старается найти время и нужные слова для каждого своего ребенка. Сейчас, когда мы сами мамы, и когда иногда дети звонят, а ты в телефонную трубу говоришь, «Сынок, подожди, я немножко занята». Вот эти минуты не вернуть никогда. Время упущенное в общении с нашими мамами, его никогда не вернуть. И самое… Это самое… Это то время, когда действительно можно быть счастливым. Знать, ради чего и ради… Ради чего ты живешь. Поэтому я очень люблю свою маму, которой не стало. Я сама мама, и я стараюсь сейчас, чтобы вот эти минуты общения с детьми никуда не пропали, чтобы они были как можно чаще и больше. Несмотря на огромную занятость, Елена получила второе высшее образование. По ночам она писала конспекты, а днем вновь возвращалась к своей главной в жизни работе – материнству. Днем у меня были уроки, обыкновенная домашняя работа, уборка, стирка. Где-то надо с кем-то поговорить, где-то кому-то надо рубашку погладить. А ночью я училась. Вы знаете, вот садишься, пишешь конспекты, читаешь, а потом утром просыпаешься за тем же письменным столом и понимаешь, что тебе надо продолжать опять жить, везти там кого-то в школу, это самое, отправлять, кому-то там еще что-то надо с собой дать, кого-то покормить завтраком. Но это здорово. Это здорово, потому что быть примером каким-то, дать своим детям уверенность в том, что в жизни нет проблем. Все решится так, как вы к этому подойдете. Еще одна гостья мероприятия – Виктория Смолка, тоже пример для многих. Талантливая слабовидящая девушка – самый молодой член областного отделения Союза писателей Белоруссии. По словам Виктории, своим заслугам она обязана именно маме. Поэзия – это все мое житие, а мама для меня – это муза, это мой анеллаховник. Не с дарма другого книжицу своих вершов я так и назвала – анеллаховник. Это присвячение маме, потому что она завсюду ведет меня по житии. Она моя проводница, она моя путеводная зорка, она моя наставница, Потому что никто не научит так, как мама. Мама меня научила самому аголовному – шукать дар у добрыни И любить хэтый свет, любить людей. Вечерняя планета затихает под теплым освящением ночничка, Калянетка лысашку гайдает, взматулей, сутяшая грудничка. На золотоволосой волокой, одним из плесков белоснежных крыл, Свой парасонику блескучим золком, бы свет чаронокасочный раскрыл. Вот эта картина, секстеринская Мадонна… О роли мамы в жизни человека рассказали и работники библиотеки. Школьники узнали, почему талантливые известные люди своим успехом обязаны маме. Ильи Репина. Она мужественно переносила все тяготы жизни для того, чтобы выжить. И расшила шубы на заказ, занималась вышивкой, гладью. Она была тоже очень художественно одарена. На Пасху раскрашивала яйца для того, чтобы их продать. И семья могла жить, ну, скажем так, безбедно. И, заметив в сыне его такой художественный дар, тем не менее, она собрала последние вот эти деньги и отвела его на учебу к иконописцу, к Бонакому. А затем отправила его в Петербург для того, чтобы он продолжил все-таки свое образование. С помощью музыки можно подобрать ключ к сердцу каждого человека. Гости мероприятия не только говорили, но и пели о любви к маме. К слову, учащиеся 11-й школы – частые гости Гродненской библиотеки номер 2. Там дети открывают для себя новые литературные миры. Детей знакомят с новинками литературы, с интересными произведениями белорусских писателей, русских писателей, зарубежных писателей. Ребятам очень нравится, и они часто приходят самостоятельно, берут книги, журналы, читают. Среди выступающих в библиотеке артистов также есть постоянные гости. Стихи гродненского поэта Александра Слащева украшают множество проводимых там мероприятий. Я помню, было все вот так. Вязала мать, горел очаг, а мы укладывались спать. Ждала нас теплая кровать, одна на всех вязала мать, а мы укладывались спать. Кот за клубком, а за окном метель. Чтобы ты не возражал ей мысленно, Где бы ей не говорил прости, Женщина единственная истина, До которой нам не дорасти. Это удивительная библиотека. Я думаю, что такой библиотеки в городе сегодня нет. Здесь собирается очень много интересных людей, Здесь очень интересные программы. Здесь не только бывают дети, тут и взрослые, и пожилые люди. Теперь уже начали приходить мои друзья, Им тоже интересно, как эта библиотека живет. В ближайшее время Гродненская библиотека номер 2 Порадует жителей областного центра новым событием. 28 октября. Там пройдет авторский вечер солиста-вокалиста Гродненской областной филармонии Александра Волынского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова